Народная тропа конгарей не зарастает. В рыболовный сезон можно насчитать до тысячи лодок, но не все любители поудить соблюдают правила. Синтетические сети могут разлагаться до 500 лет. Именно такие находят в реке. С начала работ из воды достали около 80 килограммов орудия лова. Мероприятия по устранению изобрезнений проводят за счет субвенций из федерального бюджета. В этом году областное министерство сельского хозяйства планирует очистить около 60 квадратных километров. На данный момент выполнено 70% работ. Те сети, которые есть, брошенные, они оседают на дно. Они оседают, дают негативное влияние на среду обитания животных. Это попадает рыба. Она гниет. Создает трубные остатки, где тоже часть нежелательна. Соответственно, они остаются годами. Здесь водятся редкие виды рыб, в том числе таймень, занесенную в Международную красную книгу. Ангарский округ считается у рыболовов ценным местом по ловле. Ангарск очень хороший, то есть такой район, где в действительности переходная рыба идет в реки. Это в Кито и в Иркут. То есть у нас поднимается переходная, перекатывается рыба. Поэтому здесь рыбы много. Несмотря на сложившуюся ситуацию, работы по восстановлению водных ресурсов будут продолжаться. А как сообщают в местном Минсельхозе, положительная динамика есть. Неприятных находок в реках при Ангаре становится меньше. Ксения Высоцкая, Алексей Резник, Новости 360 Ангарск.